Ну, данное мероприятие, наверное, показало всю прозрачность и открытость выборов по полномочному. Еще позавчера была всего одна кандидатура, сегодня есть кандидатура, которую поддержали члены общественной палаты. И уважаемый Денис Владиславович Фадеев, который посетил бинарное заседание, тоже как бы, ну, я так поняла, с его слов, возможно, одобрил данную кандидатуру. И попросил членов общественной палаты, чтобы они тоже как бы поддержали, насколько я поняла и услышала. На мой вопрос поделиться правозащитной деятельностью моего оппонента, Александр Соломонович ответил, что он сам ответил на этот вопрос, но, к сожалению, ответ я не получила. Дело в том, что в законе что-то сказано, что помимо 35-летнего возраста и то, что гражданин должен жить на территории Саратовской области, он еще должен обладать опытом правозащитной деятельности. Все сделали внимание на юридическом образовании второй кандидатуры. Но давайте вспомним Алешину Марину Владимировну, госпожу Бокову нашу, уважаемую землячку, которые имеют педагогические опыты, педагогическое образование и нисколько этим не мешает заниматься и выполнять их функции на государственном уровне. Поэтому я считаю, что где на работе, наоборот, в области работы в полномочном, юридическое образование иногда может даже остановить в работе к каким-то моментам. То есть это придется сталкиваться и с незаконными уголовными преследованиями, и с лишением судов, которые уже оспорить может быть невозможно или их нужно оспаривать в других инстанциях. И заявители говорят о том, что их права и законные права и интересы нарушены именно этим решением суда, хотя мы всегда говорим, что последний лист у нас является и вынесен от имени Российской Федерации. Но все, что положено в решении суда, то есть мы подаем каким-то сомнениям. Поэтому я думаю, что юридическое образование может даже останавливаться в каких-то моментах и не знаю, насколько оно является там положительным. Ну вот, пожалуй, все. Остальное, наверное, судить обществу о том, как произошли выборы в общественной палате, как будет облигаться кандидатуру-губернаторам и как будет голосовать в полосной выборе. Я специально медийно заявила кандидатуру в декабрь месяце еще для того, чтобы была возможность у других кандидатов, то есть я не говорю, что это должна исключительно быть я, я просто хотела посмотреть, как работает данная, как работает, насколько прозрачно выборы на территории Саратовской губернии. Именно уполномоченных, потому что достаточно серьезная область, и сам президент Российской Федерации говорит, что это его союзники. Главное, чтобы это не стал орган такой площадкой, такого плотного взаимодействия, в кавычках, между правительством, губернатором, сотрудниками правоохранительных органов и иными инстанциями. Главное, чтобы это было всего интереса граждан. Насколько, как бы, вот, что мы получим на выходе, ну, наверное, скоро мы узнаем. А что Вы сегодня говорили во время заседания, своего выступления по поводу периода работы Александра Соломоновича Ландо? Я не имела в виду период именно Александра Соломоновича Ландо. Я сказала, что я не буду эквотажным. А Александру Соломоновичу я сказал большое спасибо за то, что он является двигателем меня, моей работы в правозащитной деятельности. Я действительно не эквотажная, я действительно задаюсь очень серьезными вопросами, которые интересуют общество. Я задаюсь вопросами и решения судов, и незаконными уголовными преследованиями, отказываю никому, насколько бы это не было проблемно. И почему я себя так веду? Потому что меня не связывает ничто ни с правительством, ни с людьми, которые работали раньше. То есть я, наверное, тот человек, о котором, наверное, говорит президент Российской Федерации. Ну, мне так кажется.